Привет всем любителям борьбы за сокровища. Предлагаю прослушать обзор к русскому ток-шоу Форт Боярд. Возвращение, не забудьте поставить свой царский лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал. В борьбе за сокровища, СТС покажет новый сезон шоу Форт Боярд с Сергеем Шнуровым. Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров успевает не только гастролировать по России, но и сниматься на телевидении. В скором времени на СТС выйдет новый сезон проекта Форт Боярд, где Шнуров выступит в качестве ведущего. О работе над новым сезоном шоу Форт Боярд рассказали в пресс-службе СТС Медиа, пишет издание Лента.ру. Как и раньше, съемки проекта проходят во Франции. В передаче примут участие в общей сложности 10 команд, в составах которых выступят певица Анна Седокова, кореограф Егор Дружинин, телеведущая Виктория Боня, Роза Сибитова, Сергей Светлаков, Михаил Шакцек, актриса Евелина Блёданс и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Точная дата выхода проекта в эфир телеканала СТС держится в стадии. С большой долей вероятности премьера состоится в будущей осени. Напомним, что последний сезон проекта Форт Боярд с участием российских звезд был показан в эфире Первого канала в 2013 году. Форт Боярд. Возвращение СТС. Первый выпуск легендарного шоу запланирован на 22 сентября. Звездные смельчаки поборются за сокровище Форта под предводительством паспорта Сергея Шнурова, ставшего ведущим возрожденной версии. Свои силы в загадках и испытаниях новой программы осени 2019 попробовали полсотни артистов, справлялись не все. Например, Роза Сибитова упала в воду и получила травму, Евелина Блёданс пришла в ужас от задания с полками, а Екатерина Волкова и вовсе отказалась от проверки, увидев змей. Голос восьмой сезон. Перпосле скандала с дочерью Алсу главное певческое шоу Первого канала возвращается в мирное русло. Итоги аннулированы, выигранный миллион передан на благотворительность. Система голосования пересмотрена, а создатели готовятся уже к восьмому сезону проекта. На кастинг из тысячи желающих попали 700 конкурсантов, до слепых прослушиваний допустили 120 из них. Этой осенью талантливых исполнителей Полина Гагарина, Константин Меладзе и дебютант программы Валерий Сюткан.